Вот так сегодня развивались события, и шоу продолжается. Ну а у нас следующий финал. Рисовая категория до 66 килограммов. Дмитрий Форец против Сергея Кулябы. Дмитрий Форец. Содержал победу над Расулом Качехаевым. Сергей Куляба одолел Артура Исаянца. И вот теперь они встречаются в финальной схватке в этой весовой категории. Напомню вам еще раз. Победитель. Победитель четверки в данном случае в Братиславе встретится с Юрием Жуковским, который является чемпионом W5 в категории до 66 килограммов. Да, но Юрий, конечно, сильный боец, что говорит Жуковский. Все мы его знаем. Событие, наверное, нас ждет, да и сильно интересное. Дмитрий Форец. Дмитрий Форец. Дмитрий Форец. И Пирс Аболландо Корпорей, файли Готтонбулу. 22-летний, он стал 176, Семьи Руссо. Профессионал-рекорд, 19 баллов. 16 victorias, including 8 wins, by William Nagao, and 3 defeats. Ladies and gentlemen, from Ukraine, Sergei Kulhabo! Your referee, Charles Pavel Galaski. Итак, Сергей Куляба и Дмитрий Варец оба в своих полуфиналах одержали убедительные победы. Оба парня очень жесткие, целеустремленные. Ну, в плане того, что происходит в ринге. Ну, и по жизни тоже, раз сумели достичь таких успехов в спорте. Единственное, здесь, конечно, вы сейчас уже видите невооруженным взглядом, разница видна в антропометрии. Выше ростом намного Дмитрий Варец. Сергей Куляба такой более коренастый, более мощный. И это, безусловно, наложит свой отпечаток на ход поединка. 1, 2, 1. Да, в начале такой хай-кик могучий прошел у Варца. Да, очень опасно ногами работает Дмитрий. Сейчас хорошо, да? Одного. Ну, вот как раз счастье должен здесь искать на ближней дистанции Сергея Куляба. Такое ощущение, что он немного растерялся после таких пропущенных попаданий. Ага, удар был крупный. Ну, ничего, пробует, видите, подшаг, подшаг. Ищет свою дистанцию. Ну и Дмитрий на ноге его держит на передней, хорошо. Хорошо. Провалил, да, провалил. Пока интереснее Дмитрий, чувствует он как раз дистанцию, держит на таком поводке своего соперника. Ниже пояса. Бывает, ничего. Сейчас хорошо, молодец. Поддержка у Дмитрия Варца такая видна, слышна, вернее, после каждого попадания, точного и не очень. В зале раздаются такие возгласы ободряющие. Молодец, сейчас хороший с левой на отходе. Ох, сейчас вошел-то как левой Куляба. На Кулябе, мне кажется, постоянно надо делать шаг вперед. Много напропускался Сергей Куляба, но пока что таких критичных попаданий мы не видели. Скорость и мощь он сохраняет. Дружки держит на голове. Такое ощущение, что Сергей Куляба так не понимает, как подступиться к сопернику. Согласен, согласен. Ну, видно, что оба ребята из Муай-Тая. Колени хорошо и вовремя. Ну, первый тайм Дмитрий Варец выиграл однозначно. Больше бил. Когда так получилось органично, у него сразу же пресечь попытки атак. Почувствительный, я бы так сказал, почувствительный. Ну и, да, блестяще пользуется он пока что вот своим преимуществом в длине конечностей. Ну, с другой стороны, почему бы и нет? Для Дмитрия Варца это привычная ситуация, когда он выше. Да, надо держать, не давать подходить и навязывать ближний бой. Это, понятно, для всех высоких это, наверное, одно из основных. Держать на дистанции своего соперника. Мы надеемся, Сергей тоже приложит усилия для того, чтобы войти на свою дистанцию. Да, Сергей очень опасный боец. И мы видели его и сегодня по поединке с Артуром Исаянсом. Но там была примерно одинаковая тактика, одинаковая дистанция, на которой привыкли работать соперники. И просто в этом, в этом бою, при такой игре Сергей Куляба оказался жестче и интереснее. Ну, сейчас хорошая и интересная серия, но из нее Дима вышел очень хорошо. Скажем так, за собой оставил последний балл. Прократил ногу. Вывел из равновесия. Сейчас правый боковой попал, судя по всему, Сергей. Прократил ногу. Опять. Кстати, хорошо прихватывает ногу, да, и выводит из равновесия. Да, в очередной раз. Это уже, получается, третий раз, да, у нас за два раунда уже три раза прихватил. Вот начал попадать Сергей Куляба. Да, правда, пропускает он еще больше, чем в первом раунде. Такой обмен ударами, но я хочу сказать, что все-таки у нас Дмитрий, и он поточнее. Дима, поточнее. Во всяком случае, вот я сейчас заметил больше, что он за собой оставляет последний удар. В обмене все равно он делает серию подлиннее. И за ним последний удар, судя, я думаю, что это видел. Ну да, и больше промахивается Сергей Куляба. Как раз в момент, когда он подходит к сопернику, вот этот один, полтора шага, пока он еще не достает, получает два-три удара. Вы знаете, вот как раз он-то у нас, Сергей-то и должен, наоборот, подлиннее атаки делать, а получается, что Дима-то как раз длиннее атаки делает и заканчивает он всей серии. Хотя это должен делать как раз, наоборот, Сергей. Но у него не получается как-то. Пытается. Вот сейчас неплохая серия. Ну вот сейчас левый по печени неплохой проходит Сергея. Он сейчас коленочки хорошо прям на выразили. Размен на средней дистанции, конечно, не в интересах Дмитрия. Сразу же теряет он свое преимущество. Ну, вы знаете, я второй раунд все-таки за Димой оставил, вот тоже. Ну, в общем, как и первый. Сейчас такой критический момент для Сергея Куляба. В третьем раунде ему надо или докрутировать соперника, или победить с каким-то сумасшедшим преимуществом. Согласен. В отмене у него, у Сергея не получается пока. Все-таки Дима и в отмене за собой оставляет поточнее удара. Желание Сергея выиграть, оно видно, он пытается доминировать, но, к сожалению, не получается. Концовка вот сейчас с хорошей обмен ударами. Ну, видите, ну, не точные. Да, устал Сергей. Вот как раз на фоне этой усталости, то, что сейчас могло бы спасти этот поединок, как раз вот такая плотная работа, рывки, сокращающие дистанцию. Да, видим мы по общему количеству ударов многократное преимущество. Ну, не многократное, но достаточно серьезное. Ну, что в два раза. В два раза. Сергей опять начинает атаковать. И получает правой навстречу. Через раскачечку бы, на скачочке бы, он очень откровенно идет в атаку. У нас сейчас клинчи зацепились. Диму скручивают. Здесь, конечно, этого нельзя делать. Сейчас хорошо, молодец, провалил Сергей. Прямо по две ноги. Ну, знаете, вот сейчас третий раунд, наоборот, Сергей начинает доминировать. Мне нравится, то ли Дима что-то потерял. Интерес к бою. Да, ну, вот как раз потому, что Сергей делает то, что он должен был делать. Да, идет вперед, идет вперед, да. А может быть, как раз он, наоборот, как это, нашел себя. Ну, и через раскачочек. Сейчас, к сожалению, Дима что-то немножечко не точный. И удары такие стали вялые. Немного подростка. На 24-м гран-при W5 Сергей Куляба одерживал победу над Дмитрием Варцем. То есть, это получается такой своеобразный реванш сегодня у нас. И там победа была решением судейским. Так что, вот, странно, возможно, кстати, тот бой я не помню, возможно, Дмитрий просто поменял тактику. И это сложно было подстроиться, потому что, если он выигрывал уже у Дмитрия Варца, в первых двух раундах Сергей выглядел, ну, не беспомощным, конечно, но таким слегка растерянным. Ух ты, хорошо. С разворотом молодец. Хороший навстречу удар. У Дмитрия Варца хороший удар. Потряс, мне кажется, он все-таки Сергея. Клинч вмешивается рефери и остается чуть более 30 секунд до окончания третьего раунда. Никак не получается, к сожалению, у Сергея. Меня ампанирует, его желание выиграть, да, но Дмитрий, к сожалению, такой... Вот сейчас было низко опустился, но Дмитрий уже пытается заглавить инициативой. Не держать долго, не держать долго! Из последних сил, но Сергей, да, ну, не может не вызывать симпатии. Такое упорство, такая мужественность этого спортсмена. Сражался, как настоящий мужчина, да. Молодец, молодец. Хотел, вы знаете, он начало-то третьего раунда переломил. Дима начал фулить, начал держать, избегать боя. Но потом вот после разворота удара вроде так почувствовал себя и восстановил инициативу. Молодец, Дмитрий. Из всего боя Дима проиграл только в начало, скажем так, третьего раунда. Потом наверстал, молодец, концовку забрал. Ждем официального объявления результата. Ждем церемонию награждения. Ну и, судя по всему, здесь выигрывает у нас Дмитрий Варец. Очень хороший бой Дмитрий провел. Ну, думаю, что судьи отдадут все-таки победу Дмитрию. Невозможно ошибиться. У нас же Дмитрий из Белоруссии, правильно? Да, Дмитрий из Белоруссии, Сергей в Украине представляет. Белорусы всегда были молодцы в К1. Белорусы сильная школа. Сильный кикбокс, сильный К1, сильный муай-тай. Белорусы в этом плане молодцы, сильная команда. Очень сильная школа самбо у них тоже. Постоянно чемпионаты мира по самбо. Сборная России со сборной Белоруссии. Дмитрий Варец. Поздравляем Дмитрия. И теперь он в Братиславе садится за бойс чемпиона W5. Лисовой категории до 66 килограммов с Юрием Жуковским. Белоруссии с Юрием Жуковским будет интереснее бойся. Это помощнее, конечно. И очень опытный. Вот сейчас фото хороший. Вот после чего и начался перелом. В третьем раунде. Да, конечно, такой хороший удар, да. Попадание в область подбородка. Вот он пояс победителя гран-при. Сейчас Дмитрий Варец счастлив. Но впереди предстоят месяцы подготовки к решающему бою за другой трофей. Намного более ценный за пояс чемпиона. И получается у нас в итоге два белоруса встречаются, да? В Словакии. Да, получается так. И Белоруссия, и Дмитрий тоже из Белоруссии. Молодцы. Белоруссия, и Дмитрий.